Жители региона примут участие в составлении рейтинга управляющих компаний Самарской области. По итогам 2017 года в него вошли 259 организаций. Их работа оценивалась по 11 критериям, однако мнение собственников жилья не учитывалось. По поручению главы региона, теперь оценка людей станет одним из ключевых параметров при определении лучших и аутсайдеров. Об этом сегодня говорили на областном форуме управляющих компаний. Какие еще вопросы рассматривались, расскажет Георгий Федоров. Около 8 тысяч нарушений выявила областная госжилинспекция при обследовании домов в 2017 году. Выдано порядка 5 тысяч предписаний об устранении и более 2 тысяч предостережений. Исправление недочетов, зафиксированных надзорными органами, лишь одна из проблем, которые разбираются на форуме управляющих компаний. Самое актуальное взаимодействие с поставщиками ресурсов. Долги управляющих компаний за тепло, газ, воду и электричество исчисляются миллиардами рублей. Где-то имеют место случаи мошенничества, но в основном задолженность, следствие несвоевременной оплаты энергоресурсов. Чтобы избежать судебных тяж, принято решение внедрять практику прямых договоров. То есть собственники жилья будут перечислять деньги не на счет своей управляющей компании, а сразу поставщику. Но и здесь еще немало нюансов. В жилищном кодексе предусмотрен переход на прямые договора, но отсутствуют механизмы взаимодействия управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Допустим, управляющая компания обязана передать базу данных ресурсоснабжающей организации для начисления платы. В каком виде эта база будет передана? Когда она должна быть передана? Не написано. Задача участников форума как раз подготовить предложение для создания такого механизма. В обсуждении участвуют все заинтересованные стороны. Руководители обслуживающих и ресурсоснабжающих компаний, представители власти и общественной палаты. Свою точку зрения представляют и собственники жилья. Общественный контроль – одна из важнейших задач, прописанных законом. Сотни активных жителей области уже проходят обучение, которое позволит им грамотно оценивать работу управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Показатель стоит провести порядка 5000 дворовых собраний по территории всей области. Ну и, конечно, в первую очередь акцент – это Самара и Тольятти. Здесь, безусловно, будут целый ряд вопросов рассматриваться, которых задачу ставил Дмитрий Игоревич Азаров. Чтобы продвинуть дальше вопрос о формировании прозрачных, понятных, эффективных систем взаимоотношений между теми, кто является оплачиваемой услугой, те, кто эти услуги оказывает, и ресурсоснабжающей организацией. По мнению экспертов, общественный контроль имеет много положительных сторон. В частности, сокращается число необоснованных жалоб со стороны жильцов. Прошедшие обучение граждане более точно понимают, какой именно ремонт необходимых домам в первую очередь, или как эффективнее распределять средства на благоустройство дворов. В нашей управляющей компании, по сути, это работает уже давно. То есть, у нас есть такие примеры, когда старший по дому приходит буквально там раз в квартал в управляющую компанию, задает все вопросы, которые были адресованы от жильцов, и определяется срок выполнения тех задач, которые нужно выполнить от жильцов. Нам намного проще взаимодействовать с каким-то коллективом, с каким-то активом, и им проще контролировать нашу организацию. Еще один эффективный инструмент для повышения прозрачности расчетов и качества услуг – модельные договоры. Заключаются между собственниками и управляющей компанией, и в документе четко прописываются обязанности и права сторон, тарифы и гарантии. Таким образом, жители полностью контролируют работу своей обслуживающей организации. Некоторые компании области до сих пор отказываются от модельных договоров, хотя прописанные в них условия часто помогают избежать ненужных конфликтов. Сейчас у нас с вами порядка трех с половиной тысяч договоров, и у нас в этих договорах есть прописанные конкретные цифры. И жители начинают понимать, что действительно, им, может, и не хватит на то, чтобы окна мыли каждые полгода. Или же они говорят, пусть окна будут грязными, но лампочки нам вкрутите. Но у нас с вами начинается хоть какой-то диалог. По итогам дискуссии и обсуждений сформирована резолюция. Предложение планируется направить в областное и федеральное правительство, а также в Губернскую думу. Также в рамках форума государственными и региональными наградами были отмечены самарцы, которые внесли значительный вклад в развитие жилищно-коммунальной сферы. Виктор Часовских получил благодарственное письмо от Министерства строительства России за участие в проекте «Агент ЖКХ». Его работа позволила оперативно направлять в Федеральный центр информацию о достижении регионом показателей реализации приоритетного проекта о формировании комфортной городской среды. Георгий Федоров, Тимур Набиев, Новости губернии.